Яков Моисеевич, возвращаясь к связке политика и экономика, вот Чеченская война не стала для вас поводом, как минимум, перестать играть футбол за сборную правительство России? Нет, не стала. Хотя я все, что мог, сделал, чтобы как-то минимизировать все несчастья от этой войны. Я в открытую высказывался против нее. Был такой период, когда я возглавлял комиссию, вернее, не возглавлял, а официально Олег Николаевич Сосковец, а я был его первым заместителем, который занимался помощью Чеченской республики. И я там бывал в такие достаточно страшные времена, видел своими глазами, что означает эта война. По всем там человеческим, нравственным и другим принципам резко против нее. И в открытую, причем выступал, как и Егор Гага, кстати, и другие люди. Были у нас в команде люди, которые говорили, да, это неизбежность, по-другому там не решишь эти проблемы. Считал, считаю, что это, если не самый, ну, скорее всего, в общем, самый большой, самый большой несчастье, самый большой грех российского демократического движения 90-х годов, это Чеченская война. Яков Максимович, но когда вы говорили о том, что вы против, но вас не слышали, и война продолжалась, это не стало для вас поводом для неких кардинальных действий? Нет, не стало, я продолжал работать в правительстве. Почему, какова ваша мотивация и какова цена этого компромисса? Ну, цена для меня очень высокая. Мне до сих пор стыдно смотреть в глаза чеченцам. Думаю, что и многим поколениям после меня будет стыдно смотреть в глаза чеченцам. А я работаю в правительстве, ну, можно, конечно, себя задним числом всегда можно оправдать. Считал, что вот я как раз работаю там в Министерстве экономики потом, в самом правительстве. Зная отношение к этому моих коллег, знаю отношение к этому Викстепану Черномырзину, смогу что-то сделать, чтобы как-то хотя бы реально помочь Чечне вставать на ноги. Смогли, по-моему. Но, к сожалению, удалось сделать в очень незначительной степени. Считаю, что мы, в общем, в Ингушетии как раз вместе с Усланом Аушевым, вместе тогда с Борисом Николаевичем Агаповым, который был заместителем первого руководителя Ингушетии, с помощью Миши Гуцериева, в Ингушетии нам удалось очень много сделать, буквально за пару лет, и построить целый ряд важных заводов, ну, и другие вещи хорошие сделать. К сожалению, потом там развитие пошло не в ту сторону, как мне кажется. Вот в Ингушетии что-то реально сделать удошлось. А в Чечне, вот я говорю, это мое самое тяжелое воспоминание о годах работы в правительстве, вообще о том, что делалось в демократической части нашего общества. Чечня — это такой больной вопрос.